В 15 веке, когда шел процесс объединительный, начало воссоздания аварского государства, которое было до этого на почве межрелигиозных противоречий изнутри между мусульманами, христианами и иудеями разрушено, то Муцвал Антоник провозгласил манифест обменения аварской нации. Никого более такого не было впредь. Ни у одного народа. И они сумели создать аварское государство, которое очень даже играло большую роль, в том числе и на Кавказе. Вы сейчас против, да? Вы сегодня в том же лагере, в котором тогда были те противники аварского государства в 15 веке. Вот вы говорите о национальной составляющей, да? И говорите, мы один народ. Кто мы? Я не народ. И как вы говорите, мы дагестанцы. Я не дагестанец. Я и в Дагестане авар. Я и в России авар. И за рубежом тоже я авар. Я чувствую везде всегда аваром. Я не чувствую себя в Дагестане аваром. В России дагестанцем, а за рубежом русским. Для меня это дико. Я чувствую везде и всюду себя аваром. И хочу чувствовать. В нем это. По-уществу, если мы говорим. Это выразумевает. Это выразумевает. Это выразумевает. Это выразумевает. Это экономическая составляющая. Это выразумевает. вы не видите что это умышленно делается для того чтобы мы не развивались вы этого не видите вы говорите составе дагестана дагестан аварские территории дают дагестан электроэнергию и воду лесгин икс примеру свою воду отдали азербайджанцам 90 процентов самурской воды идет на сбоку и сумгаид городскую агломерацию где самур где баку почему они с куры не берут воду а почему самура взяли воду потому что самурская вода лучше намного а теперь дербент хотят поить с улакской водой с какого-то берега попутали они эти озера и лесги не что они должны нашей водой пользоваться что дают другие народы для дагестана те же лесги не там те же даргинцы и лакции и так далее что они дают самый весомый клад даже это экономика дагестана это наши территории дают и больше всех налогов мы даем потому что нас больше всех дагестане но эти налоги разворовывается вот этим кланом чиновников которому нет никакого дела даже до этого дагестана имя сделать только до своих карманов больше ничего дела нету халка ту уголь лечу и займаться ту уголь лечу изюю церковь уголь лечу и другу латентный национал предателям до откровенного предательства вам осталось поползновение один шаг сделать вот они в этой модели язык придают народ придают интересы придают все придают но при этом хотят идти вперед и возглавлять народ вечно такое состояние аморфное быть не может и не должно такой быть говоря территориальности и так далее чеченская республика для сравнения почему они даже этих условиях россии могут для себя дивиденды выбивать и жить сейчас вы не скажете там верхушка только живет и так далее так дорога тоже живет я часто бываю чечне недовольных всегда его все времена бывал также право времена пророка мухаммада тоже были недовольные люди сэм сэм красавчиком не будешь но при всем этом короче на территории чеченской республики они хотя бы когда разговаривает своем парламенте на своем языке разговаривают а условиях дагестана вы можете выйти в парламент и на аварском языке разговаривать с конституцией такое двадцать шестого день конституции какой-то дагестана да все народы национальные языки там гостям государственных типа 14 языков да но выйдите кто-нибудь депутат и на аварском начните разговаривать махачкале в парламенте да и не депутат гражданин выйдите вы можете вам скажут разговаривайте на понятном языке на русском и вот это ваше понимание дагестанец этот человек является обрусевшим дагестанец понятие горец с изменившимся менталитетом и языком это тот самый горец о котором мечтал ермолов мы создадим из них русских горцев вот из вас они создали а мы не хотим быть такими и и